Здравствуйте, друзья! Начинаем блок прямого эфира. С вами программа «На самом деле». И наша программа сейчас в гостях у народного депутата Украины двух созывов и омбудсмена по защите права инвалида на Украине. Был такой человек, раньше должность такая, вернее, была при прежней злочинной владе, когда инвалидов действительно защищали. Почему к Алексею Валерьевичу Журавка мы обратились? Потому что он защищал права в том числе тех инвалидов, кто стал таковыми после ликвидации последствий аварии на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции. Тех детей, кто родился с отклонениями, потому что была эта страшная авария 26 апреля, год 1986. Очень вовремя и очень удачно случилась эта трагедия, как раз тогда, когда Михаил Сергеевич Горбачев вместе с подельниками разваливали нашу большую великую родину. Алексей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, я могу одно сказать, что я и сочувствую, и соболезную. И тут же хочу сказать огромное спасибо всему Советскому Союзу, который остановил и который спас большую часть Украины вот такой трагедии. И если б не смелость пожарников, не смелость других людей, которые отдали свою жизнь за спасение именно человечеству. Эту дату надо помнить всегда, не забывать никогда. Потому что последствия еще будут долги. Все это выходит наружу. Все-таки это мирный атом, и случилась такая катастрофа. Спасибо за то, что они нам дали жизнь. Но, Сергей, я могу сказать еще, что может случиться еще один Чернобыль при том хаосе, беспорядке, при непонимании самого производственного цикла, когда вмешиваются другие, не наши, производственные методы. Может произойти еще одна авария страшная. Куда похуже. Вы знаете, что станции уже практически изношены. Срок свой они прошли. Надо по новой все проходить. И надо работать непосредственно с теми структурами и производствами, которые вводили в эксплуатацию атомные станции. Ну, не с Америкой, не с Англией, не с какими-то другими. Потому что некоторые комплектующие, они просто не подходят. И вот с этой злой шуткой обратно кровавые, купленные идиоты, американской стороной, играют злую шутку. Знаете, у меня такое ощущение, как будто детям надо спить. И никого не волнует на сегодняшний момент Украина, миллионы людей, да и соседей наших, это Россия, Белоруссия. В этой трагедии очень сильно пострадала Белоруссия, когда туча радиационная пошла в ту сторону. Вот это самое страшное. И самое страшное, что ведь большая часть Украины пострадала от этой трагедии. И украинцы делают вид, как будто ничего не... И... Вот это самое страшное. А эти твари, извините за выражение, в лице Порошенко, в лице той власти, которая пришла на кровавом Майдане, господи, переворотчики, пучистые, им абсолютно все равно не просто бабло пилят. А то, что там люди умирают, а то, что сегодня нету дотации, нету помощи тем людям, которые все-таки спасли нас от этой трагедии. Им глубоко наплевать. Вот это страшно. Валерич, ну вот смотрите, сейчас действительно по всей Украине многое изношено. И если где-то, как вот вы показывали там у Кличко в ведомстве, вдруг прорвало трубу и просто 10-метровый вот этот вот столб воды, холодной или кипятка, непонятно, то это мелочи, это не страшно. Это трагедия может быть того человека, который случайно оказался, когда асфальт вздыбился. А если начнутся такие же вещи везде по всей Украине, инфраструктура начнет просто сыпаться. Я уже про атомную энергетику не говорю. Ребята из Запорожья говорят, что с Днепрогрессом не все хорошо, что там может плотину прорвать. Вот представьте себе, что будет, если эта плотина не выдержит сейчас. Сергей, если бы, как бы, уже давайте от этих слов отвыкнем. Уже сегодня вся инфраструктура в Украине сыпется. Как от начала, так и до конца. Как от начального цикла производства, так и от конечного цикла производства. Почему? Первый фактор, это потому, что Украину покидают реальные специалисты. Если покидают специалисты реальные, значит некому сегодня вырастить нового специалиста. А молодежь, которая сегодня хоть что-то как-то понимает и умеет что-то делать, она обратно же покидает. Поэтому остаются одни пенсионеры, извините, что я так скажу. Люди преклонного возраста, которые не смогут что-то и как-то повлиять на этот цикл, чтобы остановить, будем говорить так, его распад. Поэтому все оно еще держится, знаете, на том советском качественном, назовем так, изготовлении. Нормального продукта. Поэтому назовем вот так, поэтому оно и держится. Знаете, маховик еще крутится. Еще крутится этих уже времен, там до 14-го. А сейчас он начинает затормаживаться и выходить наружу. Там рвануло, там рвануло. Естественно, если в любое производство не вкладывать хотя бы минимальные деньги на техобслуживание, на его состояние. На безопасность. Естественно, оно рванет. Украина сегодня разбирается по кусочкам. Ее продают за копейки. Наживается. Знаете, это как живое тело. Раздирает. И при живом теле выдирает все-все-все, на чем держится это тело. Вот и все. Алексей Валерьевич, ну вот то, что происходит с богатой когда-то, действительно очень богатой, роскошно богатой Украиной, видит весь мир. Видят в том числе и бывшие советские республики. Но Украина не становится уроком. Украина не становится тем, из чего надо сделать вывод и понять. Туда не ходи. Так не делай. Это страшно. Это смертельно опасно для твоей страны. Вот прямо сейчас, в эти дни в Армении происходит то, что они говорят. Не называйте это тюркским словом Майдан. Мы гордые армяне. Мы как хохлы никогда себе не позволим сделать. Но все, что они делают, вот просто поэтапно, шаг за шагом, пианино на площади, кастрюли уже появились, аналог сайта Миротворец, аналог Автомайдана, требования Пашиняна. Я просто смотрю и вижу вместо Пашиняна Яценюка. И вот это все идет один в один, понимаете. И люди уже просто вот спрашивают, шутят, говорят, товарищ мне перевел, как по-армянски будет куля в лоб. Я спрашиваю, а как будет коммуняку на геляку, москалей на ножи, и кто не скачет, тот москаль. Люди задаются уже такими вопросами, просто высмеивают наших армянских друзей, которые сходят с ума. Алексей Валерьевич, вы были в Киеве. На ваших глазах прекрасные люди хотели очень хорошего. Они хотели победить коррупцию и построить справедливое европейское государство. Не понимая, кто их ведет туда и кто стоит за теми, кто их ведет. Сергей, через ваш канал я хочу обратиться к армянскому народу. И недавно я написал пост и обращение, открытое письмо к армянскому народу. Это сильные люди, их надо уважать. В своей жизни и в истории они многие трагедии пережили. Я как инвалид первой группы сам лично видел, что происходило с Майданом. Это все и эта вся болезнь занесена непосредственно за рубежа. С так называемых заокеанских партнеров. Сценарий один и тот же самый. Самое страшное, что после этих якобы мирных Майданов льется кровь. Наступает разруха. Смерть. Кресты растут, как на дрожжах и как грибы. Страны укутаются в большие кладбища. Вот это самое страшное. И я обращаюсь ко всем умным, здравым смыслам. Не идти, здравым людям не идти на поводу в этих уже демократов. В этих, которые якобы говорят, что они против коррупции. Все это не так. Вашу страну издалека расстреливают. В наглую разбивая все то, что кто-то строил. И выбивают с вас умы, историю, которые нам, можно сказать, дали жизнь. Армяне, не забывайте, что такое история. Не забывайте наших дедов, отцов, которые нам дали великую победу, великую отечественную войну. Там тоже среди армянов были герои Советского Союза. Были герои, и они останутся для нас. И есть ветераны, которых осталось очень мало. Вы им должны показать пример мудрости сохранить, но не разорвать под чьим-то пирожками. Я в ютубе выложил маленький ролик, полторы минуты, и показал, как Нуланд раздавала пирожки. А в конце мышеловка захлопнулась. Гробы, надгробные листы. И молодые пацаны ложатся, как консервные банки. Вы этого хотите? Я сам своими глазами видел, как убивали на Майдане, расстреливали сотни. Меня лично Яценюк, Турчинов заставляли ради должности, чтобы я сказал на Януковича, что он убийца. Я сказал, он не отдавал этот приказ. Убивала Америка, убивали вы, собственный народ, на Майдане. И чем же все закончилось? Украина погрузилась в кровавый мрак. Донбасс потеряли. Мирные люди страдают. Города рушатся. Донбасс сегодня защищается. А вы вспомните историю, кто вас будет защищать. Ведь в один момент, можно сказать, русский человек остановил эту войну. И благодаря последним даже переговорам Путина, у вас не началась вот-вот обратно гражданская война. Вспомните. Вас просто обманывают, уважаемые армяне. И это факт. И если вы сегодня не поборете и не пойдете на поводу этого сладкого печенюшка, как называют. Знаете, мне жаль. Это еще одна страна уйдет с лица земли на постсоветском пространстве. А следующее, это цепная реакция. Алексей Валерьевич, заканчивая наш разговор, не могу не высказать свое удивление. Украинским СМИ нечем больше рассказывать. Вот они молчат о том, что глава Минфина Украины просит у Евросоюза до осени обязательно кров из носу дать хоть маленький транш, потому что продержаться невозможно. Но зато все население Украины обсуждает активно, что тот самый Крымский мост, по которому 9 мая первые автомобили пройдут, вот-вот разрушится. Трещины по нему пошли. И они вместо того, чтобы смотреть на свои мосты, которые морально устарели и упали, уснули, да, как в Киеве это происходит, или недостроенные мосты, которые Януковичу не дали построить. Он устал. Он устал. Он устал. Вот они почему-то обсуждают Крымский мост, который вот-вот начнет свою работу, и они искренне радуются тому факту, что скоро этот мост обвалится. Сергей, это обозначает, что общество деградировало. Я, допустим, как человек, готов встать на колени и радоваться тому, что у вас действительно такой проект получился. Господи, чтоб он служил века и давал людям работу, люди отдыхали. Радость. И чтоб Крым цвел и пахал. Для меня это радость. А для других это не радость. Знаете, есть такая мудрая пословица, посмотрите в зеркало, ведь оно вам вернется. Нельзя Векать беду на других. Иначе она к вам придет. Вот эту мудрость они забыли. Что я вам могу сказать, крымчане? Я вас только поздравлю. А на дураков не обращайте внимания. Не надо вам просто-напросто даже обсуждать это. Радуйтесь то, что дает государство вам. Цените и не поломайте. Вот так я назову. Ну, с дуром можно все что угодно сломать, как шутят наши земляки. Но дело такое, что будем ездить аккуратно, но много. И к нам пойдет наконец-то товарооборот очень серьезный. Зайдет к нам бизнес. Вот в России сейчас закон хотят принять по поводу того, что кто будет выполнять из российского бизнеса и госструктур западные санкции, и тот подпадает под уголовную ответственность. Вот пусть попробуют теперь в Крым не зайти, потому что это Запад так приказал. Будем надеяться, что в Крым много кто теперь зайдет сам или через новый дочек. По поводу западных вот этих всех санкций. Да уже надо прекратить этот весь шутливый балабольский разговор. Надо уже заняться своей экономикой. Создать условия во всех отношениях. Открыть свободно экономическую зону реальную, офшорную зону. Создать благоприятные условия. И плевать на эти санкции, они сами придут с любыми деньгами. И козжение зубы им сказать хватит. Вы там лошади с белыми своими зубами смеетесь. Показать свое слово, что мы намного лучше, красивее, умнее, мудрее, ценнее. И поставить точку. Алексей Валерьевич, время наше подошло к концу. Время новостей, поэтому будем прерываться. Но действительно, тем будет очень и очень много. Скоро я читал о том, о чем пишет и Елена Маркосян из Киева. И другие наши украинские друзья. И у них есть ощущение, что в эти ближайшие 100 дней начнутся происходить очень серьезные и очень интересные. Может, где-то даже трагические перемены. И вот эти перемены мы с вами обязательно будем обсуждать. Немножко ванговать, прогнозировать, что может случиться, а чего случиться не должно. Так что впереди у нас рабочий месяц май, в котором продолжим наше общение. До свидания. Спасибо. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич, Журавка в эфире программы «На самом деле». Прервемся на новости, вернемся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин